Идти можно только вперёд, ты не можешь вернуться в прошлое, исправить там какие-то ошибки. И в этом смысле, что Святую Русь воскресать, что века первого христианства, абсолютно одинаково бессмысленно. Это такая же, получается, игра, реконструкция, которая приводит, в лучшем случае, к каким-то массовым психическим отклонениям, а в худшем – кровавой бане, которую мы имеем сейчас. Моё основное место работы сейчас – это факультет Liberal Arts and Science в Черногории, который мы с коллегами Пашаненко и Паранхейкс и с коллегами из других университетов сейчас аккредитовали в Черногории. У нас сейчас первый набор в этом году. Я ещё, вот у меня до недавнего времени была стипендия в Европейском совете по международным отношениям. Я занималась там, ну, собственно, политической аналитикой и продолжаю работать как фриланс-журналист, как аналитик. У меня такая флюидная идентичность. Вы ведёте канал «Православие и зомби». Для вас стало неожиданным, что православная церковь поддержала нападение на Украину. Ну, я не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью, потому что, ну, я много лет занимаюсь этой темой, как журналист и как исследователь академический. У меня диссертация была связана тоже с информационной деятельностью Русской православной церкви. Поэтому, в общем, нет, это для меня не было, конечно, неожиданностью, но разве что степень рвения, конечно, меня удивила. Но, честно говоря, когда началась война, мы удивлялись все каким-то совершенно другим вещам. Это уже было так, ну, как бы в пакете общего шока. Ну, моя жизнь изменилась довольно радикально после начала войны, потому что, ну, собственно, моя жизнь начала сильно меняться. Трудно тут какой-то отсчет провести, но уже в 21-м году, когда моих друзей и коллег сначала многих стали объявлять иноагентами, и это существенно осложняло, в частности, мою работу, потому что так я руководила программами медиаобразования и в Государственном университете в Институте общественных наук РАНХИКС, и в Шаненке. Еще я была методистом проекта по медиаграмотности, который Гетт-институт делал, собственно, для Евросоюза, при поддержке Евросоюза. Поэтому вся эта история с иностранными агентами, хотя нас лично, ну, ни проекта, ни меня это пока не коснулось, но когда моих коллег и друзей стали массово объявлять иноагентами, еще в 21-м году у меня были проблемы, соответственно, с тем, что это мои преподаватели, которые у меня вели курсы, и, в общем, в Государственном университете с этим были некоторые проблемы. Потом у меня преподавала Юля Галямина, которую регулярно арестовывали, собственно, в том же 21-м году. А вот потом у нас начались аресты в Шаненке в 21-м же году, осенью было вот это дело Раковой и Зуева. Поэтому у нас была такая длинная прелюдия к войне, если говорить о моей конкретной жизни. То есть было уже понятно, что начался какой-то тотальный обвал. И потом одновременно, практически с началом войны, Либерал Артс по распоряжению прокуратуры был признан нарушающим некоторое количество, в том числе, конституционных каких-то норм. Причем были статьи о защите материнства и детства, ну что-то такое. В общем, было понятно, что факультеты Либерал Артс, на которых, собственно, которые были нашей основной формой главариата. В общем, что они не выживут в России, и они действительно стали закрываться. Приняли бы очень быстро эти законы о фейках и о дискредитации армии. Это были прям первые дни марта. И стало понятно, что работать невозможно совсем, потому что все, что... То есть я не могу зайти в аудиторию к студентам, но у меня, к счастью, в том семестре не было как раз курсов, которые я веду. Но я представляла себе, как я захожу в аудиторию к студентам и рассказываю им, что черное — это белое, белое — это черное. Но то есть это немыслимо, то есть это абсолютный такой запрет на профессию. Плюс к тому, у меня тут же стали уезжать целыми редакциями все мои друзья, и они же преподавали на наших программах. То есть мне стало понятно еще до того, как я, собственно, приняла решение уехать. Это все очень быстро происходило, что я просто не смогу работать. То есть невозможно обучать журналистике никакой в этих условиях. То есть я знаю, что мои коллеги, которые остались в Москве, что-то там пытаются продолжать делать, но, честно говоря, я не знаю, как можно до такой степени доверять студентам, чтобы учить их изопу-языку. То есть для меня это загадка, мне кажется, что это невозможно, поэтому не знаю, как они там сейчас выкручиваются. Я понимаю, что я так не смогу. У меня нет уже никаких... Все, это был предел. Ну и к тому же у меня двое сыновей, помимо всего прочего. В общем, было понятно, что надо уезжать, но в моем случае еще и потому, что я просто не представляла, как можно с этим сосуществовать совсем. Я никого, естественно, не осуждаю. И среди тех, в том числе моих очень близких людей, кто продолжает жить в Москве, есть по-настоящему героические люди. И у каждого на этот вопрос свой ответ. Но для себя мой ответ. Я с этим сосуществовать никак бы не смогла, даже если бы мне не угрожала никакая личная опасность. Вот как-то так. Как вы трансформировали свою жизнь в онлайн-формат? Ну, это очень сложно. У меня какая-то очень гибридная жизнь, непонятная. Ну, во-первых, я прожила в Черногории месяцев 8, наверное, в 22-м году. Вот, потому что у меня не было вообще никаких больше документов. Вот, и мы начали как раз работу над аккредитацией, подготовкой документов, над поиском там средств и над планированием этого факультета. Потому что стало понятно, что есть огромные спросы со стороны потенциальных студентов и со стороны преподавателей. У нас огромная до сих пор база резюме людей, которые готовы преподавать, если мы найдем, соответственно, возможность их пригласить. Или частично они были здесь же, в Черногории. Вот, это, соответственно, такая, ну, работа в долгую организацию. Потому что любые процессы связаны с высшим образованием очень длинные. Ты не можешь прям взять и открыть, да, как там медиапроект. Ты можешь запустить за неделю, если очень хочется. А образовательный проект, как бы, ну, такой настоящий, с государственной аккредитацией, с там, полным соответствием всем стандартам, очень трудно, долго запускается. Вот, поэтому, ну, я параллельно, да, я пишу, писала все время, как бы, тексты. Я работала там своим телеграм-каналом. Я вот потом получила стипендию в think tank международном. И это, в общем, все не требует какой-то привязки к месту, вот, но требует мобильности. Поэтому, конечно, когда я получила возможность переехать в Германию, и, соответственно, возможность ездить на конференции, участвовать в каких-то мероприятиях, да, потому что вот это для жизни, конечно, для работы необходимо. Вот, поэтому теперь я живу, как бы, между Европой и Черногорией, ну, Евросоюзом и Черногорией. Вот, и пока меня это более-менее устраивает. Как российскому оппозиционному журналисту не потерять духовную связь с Россией, живя и работая за рубежом? Ну, тут у каждого, наверное, свой ответ. Во-первых, я не очень верю в какие-то духовные связи. Скорее, это просто связь с людьми, понимание того, что происходит. Ну, не все можно, конечно, понять из видеороликов, из чатов с друзьями, из соцсетей. Конечно, все, ну, этим вопросом все задаются, все журналисты. Мы это часто обсуждаем. И это боль, но это, правда, очень тяжело, когда ты не можешь с героем лично поговорить. Когда вот мои там коллеги, которые занимаются, например, документальным фильмами или репортажами, когда они вынуждены использовать стрингеров на месте, да, когда ты сидишь там у себя в Амстердаме или в Берлине или в Вильнюсе, а человек разговаривает с твоим героем, которого ты нашел, с которым ты разговаривал, которого ты вел, задает вопросы, которые ты просишь задать. Ты не можешь вот в моменте ничего как бы, ну, это сейчас уже вышло на какой-то уровень. Вот, и все же привыкли и уже научились, и качество от этого, кстати, не сильно страдает, как ни странно. Но все равно обидно. Все равно обидно, что ты не можешь пойти, поехать на место и должен объяснять каким-то людям, которые за тебя делают часть работы, которую ты любишь. Тем не менее, есть чаты, есть телефоны, есть видеосвязь. В общем, так или иначе, при должном развитии эмпатии, воображения, в общем, можно себе представить, как там все происходит. Главное, не терять эту, действительно, связь. В Черногории вы недавно выступали с темой «Медиа после катастрофы». Можете дать какие-то советы, как пережить катастрофы, которые рушатся на независимые медиа? Вы, слушайте, нет совета, я точно не это не ко мне. Я советую рекомендации, стараюсь давать как можно реже. И даже я из-за этого страдала, потому что европейская какая-то аналитика, жанр policy papers предполагает, что ты должен вывести в конце какие-то рекомендации. А для меня это всегда большая проблема. Мне кажется, что когда формулируешь проблему, когда ты ее описываешь, когда ты ставишь вопросы, дальше уже люди как бы сами должны делать какие-то выводы. И кто я, чтобы им советовать. Поэтому я, честно говоря, если какие-то советы могу давать, то психологического свойства, а не управленческого. Потому что действительно очень трудно сейчас. Очередная такая яма, она так волнами происходит. Основная проблема, честно говоря, это, конечно, финансовая. То есть вот та самая sustainability, да, вот эта устойчивость, которую все время нужно прогнозировать, это не нужно как-то отталкиваться, иметь ее в виду. Вот этой устойчивости, конечно, нет. И в ситуации такой повышенной неопределенности работать очень тяжело, потому что это тревожно, особенно учитывая, что мы все там, начиная, собственно, с 22-го года, пребываем в состоянии постоянного стресса, даже когда мы его не очень себе отдаем в этом отчет. Потому что когда ты работаешь еще журналистом, ты все время в этих новостях. Ты не можешь от них отключиться вообще. Я не знаю, периодически встречаешься там где-нибудь в Инстаграме каких-нибудь психологов кучи, которые говорят, выключайте телефон, не нужно читать новости, и вы все равно их узнаете, если это что-то важное. Вот этим вот еще это там слово думскроллинг какое-то вот такое, значит, пренебрежительное. И да, мне кажется, честно говоря, особенно нам, кто уехал, в общем, это довольно честно читать новости, быть в курсе. То есть мне кажется, что если ты говоришь, ой-ой-ой, это страшно, я это не буду читать. Немножко такое предательство на самом деле. Но мы должны хотя бы знать, что с этими людьми происходит, знать, что кто-то опять погиб, что кого-то там опять убили. То, что мы об этом хотя бы знаем, это уже хоть, ну, хоть что-то. Потому что если мы будем от этого закрываться, это предательство. Вернемся к православию и зомби. Как вы считаете, какая часть священнослужителей не поддерживает войну? Процент священников, которые не поддерживают войну, примерно такой же, какой в среднем процент россиян, которые не поддерживают войну. Точно так же, как и наоборот, таких совсем Z, в общем, столько же, сколько в среднем в обществе. Понятно, что таких подсчетов никто не вел, но соотношение, в общем, примерно такое же. Но они находятся, да, в таком же примерно положении, как любой россиян, который не поддерживает войну. На работе громко об этом сказать нельзя, соседей тоже надо знать, да, кто они. И, в общем, лучше тоже особо не распространяться, ну и так далее. Все точно так же читают там СВПН-новости, пытаются что-то как-то держаться вместе. Есть же молитвы о победе. Ты их либо читаешь, либо не читаешь. И тогда ты уже против официального курса. Да, те, которые не читают эту молитву о победе, а, собственно, те, кто не поддерживает войну, они, как правило, не читают эту молитву о победе. Ну, потому что это уже совсем тогда профанация. Читать ее, держать, чтобы пальцы скрещены. Ну, все-таки, мне кажется, те священники, которые не поддерживают войну, они достаточно, ну, смелые и разумные люди, чтобы так не делать. Поэтому, да, они не читают эту молитву, и не читающих эту молитву довольно много. Но тут же, да, перводонос. Это тоже такая рулетка. Потому что, чтобы у тебя начались неприятности, нужно, чтобы кто-то обратил внимание на то, что ты не читаешь эту молитву. Либо ты где-то высказался, и тогда архиерей специально тебе каких-то там присылает. Проверяльщиков, либо это доносы. Да, к сожалению, прихожане доносят на священников. Точно так же, как родители школьников доносят на учителей, там, на врачей. Мы уже знаем много таких историй. Но вот у священников раунтаж ситуация. Да, я знаю, что многие стали бояться собственных прихожан. Я знаю священника, который служит молебной о мире, о прекращении войны, там, ну и так далее. Раз в неделю, кажется, он это делает. С группой особо доверенных прихожан при закрытых дверях. То есть раз в неделю запираешь храм Божий, чтобы изнутри и, значит, в таком подпольном состоянии молишься о мире. Ну вот, да, такая реальность у нас теперь в России. Но таких священнослужителей, как Алексей Уминский, которые открыто выступают против войны, немного. Ну, отца Алексея лишили сана, да, это следующая степень наказания, которая совсем уже безумная. Ну, уж лишение сана, это какая-то крайняя-крайняя форма за какие-то уже совсем тяжелые преступления. И то, что сейчас патриарх это поставил практически на поток, это, конечно, девальвирует, в общем, очень многое, скажем так, в церкви. Я не знаю, как этот фарш будет проворачиваться назад. Вот, потому что это просто такая полная профанация всего, чего только можно. Ну, отец Алексей, не то чтобы он выступал прям везде, он просто прямо отвечал на заданные ему вопросы. Он не лез особенно на баррикады, в общем, он просто и по характеру это ему несвойственно. Он просто всегда вступается там, где он не может не вступиться, и если ему прямо задают вопросы, он у него отвечает, как думает. Вот, а так он на баррикады не лез никогда, да, и с какой политической агитацией не занимался. Вот это удивительно. И ровно поэтому его не трогали так долго, потому что он себя вел абсолютно в тех рамках, в которых себя ведут священники. То есть он ездил в тюрьмы, навещал заключенных, всех, многих, о ком просили. Вот, среди них были там и высокопоставленные заключенные, как Ходоковский, например, и была там Варика Раулова, такая девушка, которую осудили за то, что она переписывалась с ИГИЛ, и много других людей. Его просили писать письма за ключом он ему. Он писал, потому что он всю жизнь занимается этим тюремным служением, с начала 90-х годов. И, естественно, он продолжал этим заниматься, невзирая там ночные обстоятельства. Для него человек в тюрьме, который хочет, чтобы к нему пришел священник, это прежде всего страдающий христианин. Все. И он точно так же относился ко всем. К Навальному, к Юрию Дмитриеву. Да, и честно об этом говорил. У него, кроме этого, была масса других дел, вполне нормальных для священнослужителей. Он не занимался политикой как таковой. Да, к нему ходили очень многие люди. Его любили журналисты, потому что... Именно потому, что он им честно, спокойно, на языке понятном современному человеку нормально отвечал на их вопросы. Без там руководящей линии партии в голове, без корпоративного какого-то церковного понимания ситуации, без назиданий. И все знали, что он человек, который сострадает. Вот к нему за этим, за состраданием и приходили. Ну и точно так же он, конечно, когда очевидная несправедливость, жестокость и прочий ужас совершается, он, конечно, тоже говорил как есть. Вот за это и пострадал. Таких действительно мало, но они есть, потому что очень многие из них непубличные. Отец Алексей в силу своих биографических обстоятельств жил просто в центре Москвы. Ну, в смысле, он был храм в центре Москвы, жил-то он не в центре. А он дружил просто еще с юности, с художниками, поэтами, театральными всякими людьми. Поэтому много у него было прихожан простых людей, но были и такие. Поэтому о нем знали. И он был на виду, и он еще телепередачу вел много лет. Ну, как-то так сложилось. А есть очень много тихих людей, которые живут не в Москве, которые разговаривают только со своими прихожанами-родственниками, но которые, в общем, точно так же прямо им отвечают на те же самые вопросы, просто это не так громко слышно. Такие священники есть. Я часть из них знаю по именам и даже успела быть там лично знакома еще в России. Но самое удивительное, что очень часто вдруг возникают новые. То есть обнаруживаются новые имена, какие-то новые люди, которые вдруг начинают, ну, где-то это просачивается в медиа или кто-нибудь рассказывает. То есть их гораздо больше, чем кажется. Просто у нас искажена картинка за счет медийности. Алексея Уминского сначала лишили сана по указу патриарха Кирилла. Уминский подал апелляцию вселенскому патриарху Варфоломею и его восстановили в прежнем церковном сане. У священника меньшей медийности был бы шанс на восстановление. Отец Алексей был, во-первых, не первым. И патриарх Варфоломею, и то, что он в большом восторге был от всей этой истории, потому что, ну, конечно, не очень приятно, когда... Ну, в смысле, приятно не то слово, но... Такая не очень стандартная ситуация, когда начинают вот в другой церкви лишать сана один за другим, и это действительно совершенно вопиюще выглядит. Они разобрались во всех этих историях, не то чтобы они там по политическим мотивам, чтобы Кириллу насолить, восстанавливают. Абсолютно нет там нормального правосознания. Они изучили дела, они поняли, что с людьми обошлись совершенно чудовищно. И как бы восстанавливают это справедливость. В Варфоломе же не один, но там есть сенот, там как-то все... Работает. Система работает. Вот. И отец Алексей был не первым. Первым был вообще неизвестный никому, пока он не попал в эти жернова. Потому что заменил слово «победа» на слово «мир» в молитве отец Иоанн Коваль из подмосковного храма, никому неизвестный музыкант. Ну, в смысле, он классический музыкант, пианист по своей светской специальности. И вот он первый, кого лишили сана, ровно за это, за то, что он не читал... Ну, в смысле, заменил одно слово «победу» на мир в этой самой молитве, которая спущена сверху. И он был первым. Поэтому нет, есть шансы у несправедливо лишенных сана священников, что их восстановят. Ваш телеграм-канал называется «Православие и зомби». Кого вы имели в виду под зомби? Да, это забавно, потому что, когда я придумала название, я его придумала по аналогии с фильмом «Гордость и предубеждение и зомби». Был такой фильм пародийный на, собственно, классические фильмы по Джейн Остин. И тогда это был такой мем. Да, там потом стали говорить любые там вещи и зомби. И по аналогии я тогда назвала канал. Но так как это было шесть лет назад, то про этот фильм уже все забыли. «Гордость и предубеждение и зомби», про эти мемы, которые уже все отсмеялись. Зато зомби стали появляться за этим постоянством. Поэтому вот эта вот сатирическая часть названия, она немножко ушла. Но зато актуальность приобрела это все новую. То есть понятно, что теперь в 22-м году зомби стали значить уже совсем буквы Z и все такое. Но я это изначально не имела в виду. Ну, у меня это была такая игра, связанная с кино и со всем этим явлением. Что берется что-то такое классическое, красивенькое, каноническое, и вылезают зомби, которые все деконструируют. То есть такой был контраст. Но теперь уже это не считывается, конечно, совсем. Z-православие сейчас популярно в России. Вы можете объяснить, почему? Ну, я думаю, что, во-первых, это популярно, потому что это одобряемо разного рода начальством, а не только церковным. Это входит в патриотический пакет. Кроме того, понятно, что церковь помогает государству идеологически эту войну обслуживать и быть таким частью вот этого мифа. То есть церковь – это часть этого большого мифа о том, что русские украинцы – один народ, о русском мире, о традиционных ценностях, о Святой Руси. Вот это все церковь услужливо государству преподнесла. И, собственно, Z-православие – это часть такого дизайнерского обеспечения этого мифа. Что должны быть воин, батюшка, такие архетипические фигуры. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, действительно в самой церкви оказалось довольно большое количество священников, которые любят поиграть в войнушку, у которых вот эта героическая реконструкция Второй мировой, чего бы то ни было, вот это можем повторить. И это все, оказывается, был всерьез, а не просто каким-то таким словесным мусором, формулами такими бюрократическими. Вы не считаете, что это в традициях русской церкви молиться о победе русского оружия? Ну и да, и нет. То есть это, да, конечно, у нас храм Христа Спасителя тоже построен в память о войне 12-го года. Но все-таки есть разница между храмом Христа Спасителя и храмом вооруженных сил в Кубинке. Тем не менее, потому что все-таки храмы в память о победах, они все-таки были во многом в память павших. И в храме Христа Спасителя висят эти доски, на которых имена погибших в войне 12-го года, 812-го и так далее. То есть это все-таки были скорее мемориальные храмы. Опять же, это очень такой долгий отдельный разговор, что была церковь империи, что вообще как бы, ну, все-таки человечество развивается, история развивается, и как бы отношение церкви и общества, роль церкви и общества, она меняется. И если в церкви, там, в Российской империи и в других, на самом деле, империях, да, то же самое было, там, католические были и англиканские духовенства, точно так же было включено, как бы, вот в имперский аппарат. Но это соответствовало эпохе, это соответствовало там уровню развития общества, соответствовало каким-то отношениям к религии большинства и так далее. То есть все равно эти священники, они были, ну, частью жизни. И тут, конечно, ну, тоже это очень сложно говорить о традициях. Опять же, не все традиции хороши. Да, какие-то традиции приходят и уходят, их пересматривают, они меняются. И смотря к какому вот эту вот всю идею, что нужно соотноситься с какой-то эпохой и куда-то возвращаться, она плоха, к какой бы эпохе это ни относилось. Как бы к хорошей, условно говоря, или к плохой. Мы хотим вернуться там в воображаемую Святую Русь или в века первого христианства, когда вот вообще еще там до Миланского эдикта, когда были первые общины, гонимые, вот там-то и было чистое православие. Нет, туда тоже нельзя вернуться, никуда нельзя вернуться. И любая попытка жить с идеей, что мы сейчас отмотаем это все до какой-то точки, в которой была совершена ошибка, и все пошли не туда, да, вот тут начинаются самые большие проблемы всегда. Потому что идти можно только вперед, ты не можешь вернуться в прошлое, исправить там какие-то ошибки. И в этом смысле, что Святую Русь воскресать, что века первого христианства, абсолютно одинаково бессмысленно. Такая же, получается, игра, реконструкция, которая приводит, ну, в лучшем случае, к каким-то массовым психическим отклонениям, а в худшем вот к кровавой бане, которую мы имеем сейчас. Поэтому что там в традиции? Ну, в традиции, может быть, было в какой-то период жизни, в какой-то исторический период. Хорошо ли это? Ну, тогда был синодальный период, например, при Российской империи. Я не знаю, что лучше, патриаршество или синодальный период. Сейчас у меня уже есть большие сомнения по этому поводу. Но ни то, ни другое, строго говоря, не является какой-то неизыблемой традицией. В свободном университете вы будете читать курс «Церковь народная и государственная. Русское православие при Путине». Что такое «Церковь народная»? Название, да, такое немножечко провокационное. Но смысл был, когда мы придумывали название этого курса, в том, что есть большой соблазн как бы о всем обвинить патриарха, синод, там каких-то вот верхушку элиты. И дальше вот эти элиты церковные с элитами государственными, они там слились, и все проблемы от них. Ну и, собственно, только ими надо заниматься, только через них и надо рассматривать вообще все, что происходит. Но то же самое, что когда говорят, что история – это только то, что происходит, скажем так, на высшем уровне, или все-таки есть еще история повседневности. Ну, понятно, что школа аналов нам на этот вопрос уже ответила. И ровно то же самое происходит вот на нашем таком микроуровне. Не совсем, да, я не историк, поэтому это курс такой междисциплинарный. Но тем не менее все-таки хорошо посмотреть, что с людьми происходит. Тут вопрос, чтобы посмотреть с двух сторон, да, какие, а люди-то как жили, а люди что хотели. И какие-то человеческие истории, отдельные судьбы, да, не только там сверху, но и снизу. Вопрос, насколько люди позволяли тем, кто сверху делал то, что они делают, тоже большой вопрос. Насколько эти чаяния совпадали, и ожидания совпадали с тем, что они предоставляют сверху, в частности, идеологически. У меня нет ответа на этот вопрос. То есть это ясно, что люди очень хотели чуда. А в церкви все время ждут, вот если мы говорим о народе, да, то чаще всего ждут чудес. Что бы помогло. Что бы вот к мощам приложился, и муж пить бросил. Или там дочка в университет поступила, вот к Матронушке съездил. И что все наладилось. И церковь как бы такой мощный провайдер этих чудес. И, собственно, части этой есть ее как бы электоральная база, да, церковь. Если можно так выразиться. Около месяца назад в Украине официально запретили деятельность Украинской Православной Церкви, которая юридически относится к Русской Православной Церкви. Как вы сейчас оцениваете эту ситуацию? Там гораздо сложнее эта история с этим законом украинским. Во-первых, там невозможно запретить УПЦ как таковую, потому что юридически нет такой религиозной организации. В Украине очень гибкий. Вообще там одно из самых прогрессивных законодательств религии было изначально. Поэтому там каждый приход, каждая епархия, каждый монастырь – это отдельное юрлицо. То есть, надо рассматривать каждый конкретный случай отдельно. Запретить УПЦ в целом невозможно. Во-вторых, запрещена не УПЦ, в законе ничего не сказано про УПЦ конкретно. Запрещены религиозные организации, которые связаны с… Я сейчас вам не воспроизведу точно, как это сформулировано в законе, но смысл в том, что они управляются из враждебных государств. Ну, то есть, из стран, которые находятся с Украиной в состоянии войны. Строго говоря, чтобы запретить приход УПЦ, надо доказать, что конкретно этот приход связан… Управляется из Москвы, например. Вот. Это довольно сложно. Понятно, что я сейчас немножко упрощаю, но ситуация примерно такова. С этим законом действительно очень много сложностей. И европейские правозащитники, юристы, богословы, они очень критикуют этот закон, потому что УПЦ заявила, что она независима от Москвы. Большинство все-таки не поминают патриарха Кирилла. В уставе УПЦ нет уже про Москву ничего. При этом мы понимаем, что да, это было половинчатое решение, что они могли бы вообще-то более четко артикулировать свою позицию, и так далее. Но это не так просто. Там очень много разных соображений, в том числе личного порядка, потому что митрополит Ануфрия – человек такого мистического склада, и он не очень решительный и не очень понимает, а как же нам отделиться, на каком основании. То есть он явно не из тех, кто сначала делает. Вот этот «fake it till you make it» – это не его вариант. Там все не так просто. Конечно, там не очень хорошо ситуация для УПЦ развивается, они могли бы сами более четко и более разумно действовать все эти последние месяцы. Но пока там действует моратория, этот закон подписан Зеленским, но он начнет реально работать через 9 месяцев после подписания. Соответственно, первые закрытия пойдут только следующим летом, и мы увидим, как это право применяется. И главное, что эти 9 месяцев в общем даны УПЦ на то, чтобы они что-то придумали, что-то сделали. Потому что, в принципе, прихожан Украинской православной церкви в Украине очень много. И помимо, да, действительно, есть коллаборанты, есть епископы, которые ведут все абсолютно безобразно, это все известно. Но есть и другие примеры. Есть люди, которые гибнут на фронте, будучи при этом прихожанами Украинской православной церкви. Есть очень верные священники, которые абсолютно украинцы. Ну, в общем, очень там ситуация непростая. Что ждет Россию и Украину в ближайшем будущем? Честно говоря, вот на данный момент, когда мы с вами разговариваем, просто все очень быстро меняется тут. Не успеешь обрадоваться, как приходят плохие новости, наоборот. Но в данном, сейчас, мне кажется, что, конечно, будет очень трудно. И Украине будет очень трудно, и России будет, ну, России, жителям России будет очень трудно. Пока ничего особо оптимистичного, честно говоря, не просматривается. Ни экономически, ни политически. Может, говорить о каких-то надеждах. Я очень надеюсь, что война закончится наилучшим для Украины образом, каким-то чудесным. Ну, есть же еще какие-то факторы, которые мы не можем сейчас рационально просчитать, и случится что-то чудесное. И что она восстановится, и будет принята в Евросоюз, и все остальное. Но у них хотя бы понятно, на что надеяться. На что надеяться Россия, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Кроме как, опять же, на чудо. Потому что хотелось бы тоже, чтобы она, во-первых, была обезврежена, в том числе и перестала быть опасной сама для себя, а не только для окружающих. Но какие могут быть возможны сценарии этого, сложно себе вообразить. И часть этих сценариев представляется довольно страшными, поэтому лучше их даже и не формулировать. Я очень надеюсь, что их удастся избежать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok